Привет, счастливчики! Я долго думала, какой же пранк снять для вас. Вы долго просили меня снять пранк алфавитом, пранк песней, но это все давно уже устарело. И сейчас появился новый пранк, который придумал Влад Мэвори. И как вы думаете, кого я буду пранковать этим пранком? Конечно же, Влада Мэвори. Он придумал этот пранк, поэтому я именно его и буду пранковать. Сейчас мы позвоним Владу и проверим, насколько он знает этот пранк и как он на него отреагирует. Мне безумно интересно. Если вам тоже интересно, ставьте лайк под этим видео и мы начинаем наш пранк. Цель этого пранка – назвать как можно больше имен. Мы попробуем назвать хотя бы 15, а там как пойдет. Алло. Алло. Да, привет. Привет, Влад. Как дела? Нормально. Чем занимаешься? Да ничего, лежу. Лежишь? Что делать? Что делать зимние вечера? Недяйвай снимать? Недяйвай. Понятненько. А я сняла два диайвая и сейчас решила тебе позвонить. Я узнала одну важную новость. Какую? Ты знаешь, моя бабушка Нина мне позвонила и рассказала мое происхождение. В смысле происхождение? В смысле, я тебя не понимаю. В общем, мой дедушка Иван и бабушка Фрося, они были очень знатные люди и я голубых кровей. Понимаешь? Что? В смысле? Я вообще не догоняю, что ты мелешь. Какая бабушка Фрося? Я тебе серьезно говорю. Ну, ты знаешь мою бабушку Нину прекрасно? Да, знаешь? Мы же ей звонили. Вот. И она мне рассказала, что я голубых кровей. Потому что... В каком смысле? Ну, в общем, нам нужно... Ты сможешь со мной поехать в Винницу? А что там? Когда? В Виннице мои дальние родственники. Я не знаю, когда, сколько туда, где-то в сутки ехать. Я просто одна не могу поехать. Андрей со мной тоже не может поехать. Я очень боюсь. Но там живет моя бабушка Марта. И у нее есть тоже дочка Аглая ее зовут. Блин, такие странные имена. Я не знаю, почему. Капец. А когда? Слышишь, когда? Может, я учусь? Может, у меня экзамены влезли? Я не знаю, когда, как можно быстрее. Может быть, на выходных. Просто вот взять и поехать. В выходных, ты что, в Виннице? Ты приказываешься на Винницу? Когда в Виннице? Давай на следующих. Какие следующие? Какая лестница? Дыша, блин. Влад, понимаешь? Я не знаю, как учусь. Ты... Ну, я же твоя лучшая подруга. Ну, да. Ну, и если я твоя лучшая подруга, то мне сейчас нужна твоя поддержка. Ну, как бы, я сказала, да, Тане. Сказала, позвонила Юле. И что, никто не хочет поехать? Никто не хочет со мной ехать вообще. Они говорят, типа, это бред, все. Никто не верит мне. Но я хочу выяснить... А что там делать в Виннице? Нужно выяснить, правда ли я голубых кровей. А зачем это тебе нужно? Ну, допустим, да. Ну, и что это, что-то по мне? Понимаешь, если у них есть вот это вот древо, да, то, возможно, я могу получить какие-то дивиденды. Понимаешь, с этого? Что такое дивиденды? Я не знаю. Нет, ты мне об этом всем рассказала. Что это такое? Откуда ты вообще об этом узнала? Это тебе бабушка, которая сказала? Мне позвонила бабушка Нина. И она мне об этом всем рассказала. А есть еще соседка у нее есть, Клава и Маша. И при чем? Они, ну, они как бы тоже это все знали. И мне сказали, вот, когда я достигла 25-летнего возраста только. А почему? Что, какая разница? То есть, если бы они тебе сказали, вот, 20 лет, что-то бы изменилось, а? Что там бред? Я не понимаю вообще. Я тоже не знаю. А зачем в Винницу ехать, чтобы что-то узнать? Вы не можете в скайпе все разобрать. А как я в скайпе? Я знаю только адрес. И я не знаю, ВКонтакте я искала, я не могу найти. Капец. Вот. И еще выяснилось, что у меня прабабушка, она прабабушка, да? Аня, Аннушка ее звали. И она была, ну, этой, колдуньей. Короче, у меня вообще есть родственники. С одной стороны, это колдуны, а с другой стороны, это голубурь-краинцы. С другой стороны, это голубурь-краинцы. И мне нужно составить свое древо, чтобы я точно была уверена, кто мои родственники, понимаешь? Капец. Странно все это. Да я сама в шоке. Ну, нет, и делай, правда, реально хочешь сейчас вот прям вот в Винницу. Я хотела бы вообще, я вообще хотела бы предложить тебе завтра, ну. Я познакомилась с проводницей, ее Лина зовут. Она может договориться, чтобы мы вообще без билетов с тобой поехали. Так у меня есть связь, но с вами бы нормально поехать. Но сам факт, что, блин, это все так неожиданно, что, блин, я даже не знаю. Я тоже не знаю. Ну, завтра точно я не смогу, Юль. Давай на выходных поедем. Ну, давай на выходных. А на сколько? Куда? Ты точно знаешь, что нас там кто-то встретит? Нас вообще не кто-то знает, что мы приедем. Нас встретит человек по имени Владимир. А что за Владимир? Кто он тебя? Владимир – это человек, который тоже знает и который ждал, когда мне исполнится 25 лет. Вот, и у Владимира есть друг. Его зовут Василий. Слышишь, Юль? А. А ты не разводишь меня случайно? Блин. Только имен. Это не правда к именам случайно. Мой пранк именем надо мной, да. Да, это твой пранк именем над тобой. Ты серьезно? Я уже чемоданы упакую. Блин, как круто получилось тебя развести. Ты даже ничего не понимал. Это просто я зря сказала Владимир и Василий. Я не думал, что... Ну, когда-то попадусь, вообще, меня никогда никто не кранковал, блин. Я вообще не думал, что это пранк. Я только в конце поняла. Ты такая Владимир, потом проводиться. Думаю, что ты не лезешь. Думаю, что вообще что-то нигде уже придет. Капец. Ну, блин. В общем, Влад, тебе понравилось? Ну, да. Прикольно, интересно. Снимайте пранк именем. Хотя, наверное, не надо. Я уже все понял. Передай привет моим счастливчикам. Привет, счастливчики. Влада Мэвери. Ставьте лайки. Подписывайтесь на Юлю. Если вы еще не подписаны, а не подписаны. Конечно. XO. XO, да. Хорошо, хорошо, Влад. Давай тогда чуть попозже созвонимся. Хорошо, давай. Ага, давай. В общем, друзья, это был пранк именем над Владом Мэвери. Я на самом деле думала, что он поймет немножечко раньше, но он понял немножечко позже. И это был классный пранк. Поэтому, если тебе понравилось это видео и тебе было весело, ставь лайк под этим видео, подписывайся на мой канал. Нажимай внизу колокольчик, чтобы получать уведомления о моих видео самым первым. Ну, а я всем желаю творческого вдохновения и хорошего настроения. И всем пока!